Ребята, всем привет! Сегодня у нас видео-эксперимент. Сегодня будем пробовать выводить на максималке вот этот микроскопический турбореактивный двигатель. Это калибрит Т32. Я делал полную разборку со сниманием ротора и соответственно нарушил балансировку. То, что я ее нарушил, это 100 процентов, даже 200 процентов. Но вот насколько это существенно и может ли он работать на максималках, мы сегодня проверим. На минималке он работает, я уже показывал. Кстати, как и разборку я вам полную показывал, так и проверку в работе на лайв-канале. Кто подписан, те знают. Ну а как он будет себя вести на максималках, мы сегодня увидим. Я немножко подготовился, то есть это не просто так будет на обумы по наитию. Я хочу протестировать, чтобы понять, даже если он выйдет на максималку, можно ли его в этом режиме долго эксплуатировать. Не знаю, конечно не очень видно, но внутри, там где ходит крыльчатка, закрашена синим маркером. Даже можно сказать маркерной краской, очень-очень темная. И если будет какое-то даже небольшое касание, я смогу увидеть это раз. На режим буду пробовать выводить постепенно. Дать немножечко, отпустить, остановить, посмотреть и так далее. И еще хочется проверить индикатором, будет ли что-то показывать индикатор, если прислонить к двигателю. Но правда это очень сложно осуществить, потому что, во-первых, вибрации очень микроскопические, а во-вторых, надо, чтобы в жесткой связке был индикатор и двигатель. А так как он имеет тягу, он будет пытаться куда-то отклониться. Ну короче, надо как-то попробовать, ребята. Собрал уже всю схему. Видите, сколько нужно для запуска? Просто какое-то нереальное количество. Здесь и мозги, и насос, и топливо первое, и второе топливо, и аккумулятор, и второй аккумулятор. Ну а также серво-тестер либо нужна аппаратура радиоуправления. Если на аппаратуру радиоуправления нужно программировать мозги, то серво-тестером в принципе можно и так запустить. Я здесь пометил риску в месте, где он запускается. То есть в аппаратуре оно запрограммировано всё под приемник. По определенной частоте кода. А здесь я могу эту частоту просто остановить вручную. И он запускается. Причем особенность этого маленького калибра в том, что он запускается просто божественно. Раз и пошел. Вот так он работает и выходит на минимальный режим. 82 тысячи оборотов. Всё потушил. Конечно, восхитительный двигатель. Я уже много раз так делал. Никаких касаний вроде бы нет или есть. Непонятно, что-то как будто бы есть там. Вот это уже печально. Даже на 80 тысячах, если есть касание, это совсем плохо. Такое чувство, что есть, ребята. Или показалось? Надо запускнуть и дать немножечко больше, тысяч до 100. Посмотреть. Видите, при этом, при всем я могу его в руках держать. Он работает. Жесть какая-то. Супер двигатель. Тяга у него максимальная всего лишь 1,5 килограмма. И это на 250 тысячах оборотов в минуту. Или 240. На таком же точно мини-движке моего собственного изготовления я до 170 тысяч оборотов давал. И только после этого оно уже как бы полностью разваливалось. Подшипники, крыльчатки стачивались. Здесь посмотрим. Если все пройдет успешно и двигатель будет работать, я его поставлю на мини фанжет. На очень маленький самолет. Вышел в режим, даю до 100 тысяч. 111 тысяча. Чуть было не в ту сторону не крутнул. Сейчас будет охлаждаться. Вот так потихоньку буду прибавлять. Такие испытания приятные. Пока все хорошо. Вибраций никаких. Белое пятнышко там незначительно увеличилось. Вот зараза. Все-таки увеличилось что ли оно? Вообще незначительно. Мини-касание. Микро даже. Так, ладно. Обратите внимание на расход. Практически не уменьшается. Мне кажется, пол литра хватит нам на все испытания. Проветрилась комната и мы продолжаем наш трудоемкий процесс. По выводу движка в режим. Проверить два пути. Проверить три пути. Увы. Проверить два пути. Дал ему 120 тысяч и немножко подержал. Уже горячее держать рукой. Следующий пуск буду в перчатке делать. Хотя перчатка не дает понимания о вибрациях. Что-то надо будет придумать. Вроде бы все пока нормально, вибраций особых не было. Нужно прогнать на всех режимах, вдруг где-то будет особо сильный резонанс. Температура невысокая, 450 градусов всего лишь. Обороты 120 тысяч. Расход небольшой. Надоело глотать газы, дальнейшие испытания будут на улице. Ох, какая здесь роскошь! Еще не ступала нога человеческая. Класс! Надеюсь, смогу удержать рукой до 150 тысяч оборотов. Подоля�� для разъема пслика. Стоит будет видисок. Заботpostioni ребенка. Если справа, хотяAdam Ч bodies можно съемки для чего-то протеки. По-запadeю держать внутри. Подолюsam мужски было лучше00 с транса Видеус к Лебеды, объемом на стопе. Подолюсga лебеди и скранируюсь к И unten. Ну вроде бы работает. Такое чувство, что есть какие-то мелкие-мелкие вибрации. Но очень маленькие. Вам не видно, но я посмотрел, черкаш абсолютно не увеличивается. В общем, контроль пока идет по черкашу, ребята, основной. Сейчас будет, наверное, самый опасный опыт 175 тысяч оборотов. Если он его выдержит, то, скорее всего, все будет нормально. 200-240 тысяч это уже за гранью любых резонансов. Спасибо за просмотр! Если его сейчас отпустить, он бы так стрельнул бы туда. Это просто жесть. Это станок шатается? Ребята, смотрим на Черкас. Я думаю, все тут нормально. Исследуем с помощью лампы. Так оно надежнее. Черкаш не увеличивается, сто процентов вам скажу. Маленький-маленький. Такая микро отметка есть. Куда она берется, не понятно. Взялась, может что-то попало. Ну а так вообще... Сейчас до 200 тысяч ее дернем, а потом на максимум. Не хочется заранее забегать вперед. Но такое чувство, что если правильно разобрать такие высокооборотистые вещи, то обратно можно потом собрать точно так же. Чтобы не нарушить особо сильно балансировку. 175 тысяч выдержал. Это уже не шутки. Уже и тяга приличная. Где-то грамм 600, наверное. Очень волнительно все это, конечно. Но радует уже. Вывод двигателя на 200 тысяч оборотов. «Синий» Тяга на 200 тысяч выдержал. Их просто терминrust. «Тяга» Уже и они действительно по лицензии, Тяга на 200 тысяч выдержал. Прямо лиственное шутка, Продолжение следует... Продолжение следует... Какой он горячий! Есть 200 тысяч. Сейчас посмотрим на черкаш. Посмотрим на отметку. Мало кушает. Видите, сколько топлива еще осталось? Можно сказать, что целый день стартую. А топливо все еще есть. Хочется на маленький фанжет поставить, чтобы карманный реактивный самолет в машине валялся все время. Можно было в любое время брать и стартовать его. Как будто бы есть какие-то небольшие вибрации. Мне кажется, это связано с горением больше. При смене режима как-то вот оно немножко вибрирует. Ну а так вроде бы 200 тысяч мы сделали. Делал небольшие соударения, чтобы имитировать нагрузку. Все-таки в полете он и при посадке испытывает кое-какие ускорения, нагрузки. Поэтому решил немножко протестировать и в этом направлении. Отметина не увеличилась. По-прежнему очень маленькая. Мы на пороге финальных испытаний девайса. Сделал вот такой небольшой стендик интересный. Здесь у нас есть крепление для индикаторной стойки. Постарался сделать так, чтобы двигатель имел некую степень свободы. Сделал крепление сзади. И чтобы тяга не сильно влияла на отжим и вообще на изгиб всей этой конструкции. То есть по идее теперь, если мы будем разгонять его и будут какие-то резонансы, то можно будет заметить. Стрелочный индикатор соточный. Мне кажется, что-то он уж точно должен показать, если будут вибрации, которые не ощущаются вручную. Потому что пока что я не заметил никаких вибраций. Залил полную баночку керосина, ребята. И сейчас мы попробуем. Конечно, волнение не такое сильное, как было раньше. Но оно есть. Сейчас будем доводить до 240 тысяч оборотов в минуту. И смотреть, что происходит. Надеюсь, все будет окей-хокей. Проверяем индикатор. Все работает, все касается. Стартуем. Индикатор сильно трясется, но это потому, что работает маленький мотор. Сейчас он отключится. Все отключился. Стрелка встала. Сейчас будем наваливать. Даю на всю и смотрим, что будет происходить. Теперь будет все аккуратно Earth. Сейчас будет двигаться не взбитой的. Смотрите продолжение в следующей серии. Движок достиг максимальных оборотов. Больше он не раскручивается. Замер расхода топлива. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Работает, ребята. Это просто супер. На самых максимальных оборотах он держал где-то литр топлива. Я и подливал, я и нового заливал. И вот опять заигрался. Опять оно чуть не закончилось у меня. Пришлось выключить. Работает просто чума. Это класс. Друзья, можно доставать самолет. Вот такой вот. Но этот я портить не буду. Готовый боевой аппарат. Он пригодится для тренировки. Потому что есть точно такой же, только новый в коробке. Правда, он белого цвета. Немножко похуже. Давно прикупил. Редкая вещь, я вам скажу. Найти его непросто. Вот конкретно сейчас. Попробуй закажи. Люди гоняются за ними. Вот что он из себя представляет. Здесь чисто пенопласт. Нужно вырезать, усиливать, вживлять. Это довольно-таки быстрый проект будет. Как раз по первому теплу можно будет уже начинать на нём летать. На этом, друзья, пожалуй, всё. Кто молод в душе, кому интересны такие всякие игрушки интересные, Подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока. До новых встреч!